После поражения Карл с Мазепой бегут в Турцию. Там шведский король изо всех сил пытается уговорить султана Ахмеда III вступить в войну с Россией. Но получает отказ. Вплоть до своей смерти Карл будет упорно вынашивать планы реванша, но сбыться им не удастся. Карл умер в возрасте 36 лет, в 1718 году. Он не дожил нескольких лет до полного поражения шведов. При осаде норвежской крепости Фредрикстен пуля пробила шведскому королю висок. По одной из версий, в Карла стрелял подосланный его же придворными убийца. Уж больно шведы устали воевать. Умирая, как пишут, король успел положить руку на эфес-шпаге и спустил последний вздох с оружием в руках. Казалось бы, такая яркая победа должна была поставить точку в Северной войне. Но она продлится еще 12 лет. Да, на суше инициатива теперь у России, но на море все еще правят шведы.